Ближе к звездам выставка работы астрофотографа Валерия Сабанова сегодня открылась во Владикавказе. В экспозицию вошли более 80 работ. К сожалению, ценитель кавказской красоты Валерий Сабанов трагически погиб в горах Северной Осетии в июле этого года. Его тело обнаружили в верхней части ледника Кайсар в районе северо-западного склона горы Цейхох. Выставка о памяти фотографа проходит в нацбиблиотеке. Посетить ее может любой желающий. Обо всем подробнее Галина Григорян. Свою любовь к горному альпинизму Валерий Сабанов передал всем, кто его окружал. Среди картин у его супруги Зарины Дарчева есть одна, которая особенно дорога. В этом месте он сделал мне предложение. Это было два года назад, тоже в июле, 26 числа. Мы ездили в Карачаево-Черкесию. Это называется место Десяти озер, в районе Архыза. Этот поход мне очень запомнился и по своей тяжести, и по приятным эмоциям потом. Он очень хотел, чтобы мы успели дойти в срок. Если честно, это был мой первый такой тяжелый поход. Среди сотни ярких и цветных фотоснимков только одна черно-белая – та самая гора в Цейском ущелье, ставшая для молодого астрофотографа Валерия Сабанова роковой. Этот снимок он сделал еще зимой во время одной из попыток взобраться на вершину. Это был его мир, он был красочный, он был красивый. А эта гора, на которую он пытался уже шестой раз взойти, хоть он и говорил, что это не была его цель, это был всего лишь направление, маршрут, но все равно по своей привычке доводить дела до конца Валера все-таки, видимо, пытался ее покорить. И почему она была такая черно-белая в его представлении, я не знаю, с чем это связать. Тоже его спрашивала, почему-то он ее видел такой. И чтобы вы понимали, он погоду туда сторожил с апреля месяца, ее не было. Это было апрель, май. В июне мы вместе пошли работать в ковидное отделение. И, к счастью, была погода. И вот чтобы вы понимали, каждое утро на дежурстве как раз вид выходит на горы. Он смотрел на эти горы с таким, знаете, грустным взглядом, что он не может пойти, что он на работе. И я не знаю, вот этот июнь мы еще проработали. И как только мы после последнего дежурства, он буквально за несколько дней собрался и 3-го числа выдвинулся. Очень счастливый, что вот наконец-таки спустя трех месяцев ожидания он туда идет. А в середине июля вертолет МЧС России доставил на равнину тело астрофотографа и альпиниста Валерия Сабанова. Спасатели обнаружили его в районе горы Цейхох. Работать в сложных погодных условиях и на такой местности было нелегко даже летчикам вертолета. Выставку в память о фотографии организовали его близкие. Часть фото посвящена горным пейзажам, а часть бескрайнему космосу, который так любил Валерий Сабанов. Его фотографии публикуются в известных научных изданиях. Во время выставки зрителям показали фильм «Цей. Три зимы. Одной истории». Эти картины, вот именно картины, которые со звездами, вот эта луна, то снимал вот эти планеты, вообще, ну, бесподобно. Те невероятные снимки, их сложно назвать снимками, они очень эмоциональные, они очень сильные. Зрителям было действительно немало вдохновиться. Снимками пришли как близкие друзья, так и поклонники творчества молодого человека. Выставка в научной библиотеке продлится два месяца. Галина Григорианх, это Гопоев, Новости Осетии. Галина Григорианх. Галина Григорианх. Продолжение следует...